Девушки отдыхают Самый настойчивый Игорь, а невеста у нас Елена, давайте знакомиться. Здравствуйте, я Елена, я мастер создания уюта. Я пришла встретить мужчину своей мечты. Со мной мои друзья Наталья и Денис. Елена, 26 лет. Узнав, что возлюбленный ушел от нее к другой девушке, она вступила в переписку с соперницей, но так и не смогла вернуть жениха. Елена дизайнер-декоратор, создает предметы интерьера, мечтает открыть собственную студию дизайна, гордится тем, что с легкостью может приготовить как борщ, так и суши, предупреждает, что супруг должен уважать ее мнение и принимать решения, советуясь с ней. Елена ищет мужчину своей мечты. Она уже составила список требований и ждет с нетерпением того, кто будет подходить ей по всем пунктам. Вы что это, принцесса, на подушках? Это маленькие презентики вам, так как я занимаюсь текстильным оформлением интерьера. Какая вы, молодец, адресочек оставьте. Как приятно. Это вам. Спасибо, какая прелесть. Такое счастье, что наконец пришла невеста, у которой готов список требований. И не нужно будет сейчас клещами из вас тянуть. Рассказывайте. Он должен быть добрым, целеустремленным. Он должен знать, куда он идет, к чему он идет, чтобы он любил и уважал меня. Чтобы... Ну, то есть их там, на самом деле, очень много. 45, 46, 47, 48, 49, 50. Да, амбициозный, способный четко выражать свои мысли, достойный восхищения, с хорошими густыми волосами. Ты лично такого встречала когда-нибудь? Красивые руки, заботливый, здоровый образ жизни, спортивный, готова помочь. А вот меня, знаете, страстный, любящий, а вот уважающий меня... А за что вас уважать? Ну, за то, что я девушка, я хрупкая, все-таки маленькая. А я тоже девушка хрупкая. Тоже, а? А чего? А только за это можно уважать? Нет, не только за это. То есть за все мои качества. А у вас есть 58 качеств, которые он может восхищаться? Я думаю, что есть. Парочку. Я успешная, я молодая, я красивая, я умная. Там 58 трибун? Да. С ума сойти. 58 трибун. Он молодая, у вас был такой молодой человек. Да, я его встретила. И вот вы живете с молодым человеком, и всем он хорош. Пока однажды что? Мы с ним не жили, мы с ним встречались три с половиной года, он был старше меня. И в один прекрасный момент он просто уехал на охоту и перестал отвечать, перестал звонить. Нет, слава богу, он жив. Ну, просто, видимо, либо решил отпустить меня. Нет, ну, такую барышню сложно оставить, да? Бросить. Ну, да. Может, нам так кажется, не знаю, пока. Мы познакомились на даче в Подмосковье. То есть мы общались, мы встречались, все было прекрасно. Он привез меня сюда знакомить с родителями, и здесь как-то я так осталась. Мы стали жить у него. А откуда он вас привез? Из Обнинска. А привез зачем? Жениться или так? Знакомить с мамой. Ну, чтобы потом жениться? Ну, представить меня, да, в качестве его девушки. И все понравились друг другу? Все, мы понравились, и родители мне понравились, и я им понравилась. Все было прекрасно. И стали вместе жить? Мы жили, да, у его родителей, и было, честно говоря, не очень комфортно. Чем? Досаждала свекровь, потенциально? Нет, она прекрасная тоже женщина, но все-таки я себя чувствовала лишней, потому что это их дом, там и мама, и папа, и сестра, то есть очень много, и мне казалось, что я лишняя. Жизнь родителей мешать не надо. Это отдельная семья, с которой ты прожил. Чем дальше друг от друга, тем роднее. Норов стали показывать свои? Нет. А что? Я решила просто не жить. Ну и предложили бы молодому человеку, типа, давай семья. Я ему предложила, но... А он сказал мне, с родителями хорошо. А вы тогда что? Я сняла квартиру, переехала, нашла работу, устроилась. И он к вам? А когда девушка-то появилась у него? Девушка появилась у него где-то, может быть, года через два с половиной, и то я о ней узнала чисто случайно. То есть в один прекрасный момент, мы должны были с ним встретиться, он мне позвонил и сказал, что мы не увидимся. Я говорю, как, сегодня не увидимся? Он говорит, мы вообще больше не увидимся. Он без объяснения, без объявления о войне ушел? Ну, наверное. Я понимала, конечно, что он нашел какую-то девушку. Ну, взяли бы в лоб, спросили. Он говорил, нет, я у него спрашивала. А как про девушку узнали? Я про нее узнала через полгода, когда он вернулся ко мне. Сказал, что он любит только меня, и нужна ему только я. То есть, а потом, через месяц, как мы с ним... А отмазку он какой вам придумал-то, когда возвращался? Он, я ему спросила, почему ты ушел тогда? Он сказал, что я тебя недостойна, я понимаю, что... Ну, то есть, все понятно. Девчонки, классическая фраза, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Эх, молодцы! И? И вот он такой весь... Я его, конечно, приняла. Еще бы, не приняли. Приняла, я думала, да, действительно, он понял, что он хочет быть только со мной. Слушай, это готовый сюжет к сериалу. Вот я что понял. Через месяц после того, как он вернулся, я просто переехала в новую квартиру, у меня не было подключено интернет. Чисто случайно на работе я залезла на свою почту и увидела письмо от нее, от девушки. И оно было с оскорблениями. А вы со своим молодым человеком поделились, что такая вот эпистолярный жанр развивает бывшая? Это случилось, на самом деле, все в один день. Я прочитала эти письма, я вернулась домой, я выбросила все его вещи, я его вышвырнула. Он-то при чем есть? Вы же знали про эту девушку. Он меня обманул. В чем? В том, что он ушел не к другой женщине, а просто так, для того, чтобы отпустить меня, и чтобы я нашла более достойного. Представляешь, приходит домой, и письмо от соперницы. Кино. Это жизнь. Нет, вся наша жизнь кино, игра. Выбросили из окна его вещи, а не вещи, и были там фуфайк, валенки. Понятно. И вот он приходит. Он больше не пришел. Он ушел к ней обратно, и она его приняла. И они живут сейчас вместе, у них ребенок, все прекрасно. Молодец. Я за них действительно очень рада. Молодец. Девочки, поставьте перед собой цель, что вам нужен, этот мужчина или его сказки. Поэтому боритесь, либо за сказку, либо за мужчину. Глупая. Жалеете об этом, нет? Не жалею. Ну и правильно. Тут интересует неправда, наверное, то, чтобы все-таки он обманывал. И все, это факт. А забот как проявляли о своем мужчине? Да всячески. Я его окружала теплотой, любовью, нежностью. Все было для него. Может быть, это была моя ошибка. Таких не убегают. Может быть, слишком много у меня было. А послушайте, вот вы пишите, не потерпите четко выбритые усы или бороду. Это что значит такое? Мне очень нравится, ну вот, когда выбривают. Мужчина должен быть слегка не брит и слегка подпит. 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 Ну, если он будет, ну, природа отдохнул на волосах, то да. Ну, что зато человек хороший. Ну, в 26 лет она имеет полное право не испытывать влечение к мужчине, внешность которой он... А вот капризного мужчины. А если Брюс Виллис? Да. Брюс Виллис уже все. Не говоришь. Уже не трогайте дедушку. Ленусик, а что вам в себе не нравится самой? Мне в себе все нравится. А вы ходили на какие-нибудь курсы, где вам это все внушили? Нет. Она книжки начиталась. Я читаю, да. Лен, мужчины не любят вот таких фифочек, которые слишком высокого о себе мнения. Просто не любят. Мужчине гораздо приятнее сказать, господи, ну почему ты так к себе относишься? Ты же потрясающая женщина. Ты умная, ты талантливая, ты красивая, ты офигенская. Ну, Леночка, ну вот почувствуй себя, понимаешь? Чем они будут говорить? Что она так о себе все говорит? Я лично ничего в ней такого не вижу. Ну, ты знаешь, вот всегда убеждаюсь, что Лариса Гузеева очень мудрая женщина. Вот дома даже по телевизору бывает. Ну, она да, советы хорошие. Советы вообще шикарные. Потому что их просто записывать надо и применять в жизни, да? Ну, такой опыт такой. А вы, кстати, чего сюда пришли? Вы кто? Я подругу поддержать. Подругу? Какая-то она вам подруга. Вы молодой, она молодая. Что вас связывало раньше? Калитесь? Дружеские отношения. Я этому свидетель. А, всегда-всегда? Да. А почему, Лена? А что это вы побрезгали такого? Он сидит, жених рядом. А у него вот это вот выбритая. А, у него женат. Это важнее. А женаты уже были после того, как у вас дружба развелась, или? Да. А ваша жена стала подругой Елены? Станет. А, она еще не знает. Что у вас есть подруга. А, она... Это сюрприз будет. Ну, понятно. Слушай, она подтянет еще большое количество своих друзей на танцы. Роза, на какой ряд-то на твоем рынке? Ну, второй пошел уже. До 24-х это первое. Вы уже во втором, собственно говоря. Ну, вот я даже не знаю... Вы не грустнете. Вы или плачете, или смеетесь. А вот этот кисляк на лице, это плохо. Троечка. Ну, квартирку, как я понимаю, вы себе облагоустроили. Гуцул нам, значит, чтобы топтал и отлеживал, тоже не нужно. Гуцул, это что такое? Гуцул, не знаю. Мужчина, который живет за все женщины. Ну, знаете, получается, как найти хорошее... Нет, сделать хороший дизайн на такой навороченной машине. Ну, мужчина достойный, наверное, взрослый, скорее всего-то. Да. Пока еще красота не ушла у нас, можно быстренько подсуетиться, как говорится, хорошему интерьеру. АПЛОДИСМЕНТЫ Водолеи могут и должны мечтать. На самом деле, именно этот знак зодиака обладает такой внутренней психической энергией, которая позволяет этим мечтам забываться. Но если мечта состоит, правда, из 58 пунктов, это кошмар. Вот, слушай, супер. Вот сейчас хорошее такое, это самое, прям, да, выражение лица, такая умненькая, что хорошо. Идите и знакомьтесь с первым жеником. Здравствуйте. Меня зовут Леонид. Привет, Леонид. Приятно. Спасибо. Сергей Лазарев вышел. Юный. В юности. С кем вы, Леонид? Я с друзьями, это Дима и Алена. Спасибо. Леонид. Давайте на вас посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Леонид. 26 лет. Преподаватель хореографии. Занимается вокалом, любит фотографировать, гордится тем, что получил два высших образования. Предупреждает, что он неразговорчив по утрам и не любит убираться. Возлюбленная Леонида была на 10 лет старше него. Пыталась держать его на коротком поводке, но он не выдержал и ушел. Надеется, что Елена не будет его во всем контролировать. Ваша подруга Алена похожа на Энни Ленец. Да, спасибо. Да. А что вас связывает? Вы тоже танцуете? Нет, я не танцую, я просто хорошая подруга Леонида. Еще вы красавица большая. Очень приятно. Спасибо большое. Ну, я надеюсь, не вы были возлюбленной бывшей? Нет, нет. Нет, нет. Ну, я присутствовала при этом. Ну, расскажите сначала вы впечатления о девушке. Ну, честно говоря, я была против, если честно. Но так как это был его выбор, поэтому, естественно, я его поддержала. Очень была женщина ревнивая. Вот. И шагу ему ни влево, ни вправо не давала. Еще бы такую конфетку себе отхватить. А была хороша с собой или дурна? Нет, хороша была, очень хороша была. Ну, так что? Ну, не вам же с ней было. Ну, я просто видела, что они несовместимы. То есть несовместимы не потому, что разница 10 лет, а потому, что характер дурной, да? Характер дурной, да. Я видела, что Леонид мучился просто. Ленечка и родителям вашим она тоже не нравилась? Нет, не нравилась. Только разница в возрасте или вот они что-то в ней увидели еще? Нет, просто мы когда с ней начали встречаться, это было очень резко. Я ушел из дома, начал вместе с ней жить. У меня голова просто закружилась от любви. Вот. И родители были против. А жили где у нее? Жили у нее, да, на съемной квартире. А чем она занималась? Она профессиональная певица. Вот. Я человек творческий, я ее увидел на сцене первый раз. И, можно сказать, любовь была с первого взгляда. Ничего себе, парень. Впечатлительный, слышишь? Ну, в общем-то, вам было наплевать и на мнение друзей, и родителей. Мне было хорошо. Пока однажды вы не пришли на день рождения к вашей подруге какой-то. Да, мы пришли на день рождения к друзьям, но так как она очень сильно ревновала, ей там кто-то что-то наговорил. И она подошла, говорит, я все знаю. Говорю, что ты знаешь? Говорит, я все знаю про тебя, ты мне уже два с половиной года изменяешь с именинницей. Я говорю, о чем ты говоришь, кто тебе это сказал? А вы бы сказали, если бы я изменял, я бы ушел от тебя. Или вас что-то связывало материальное? Нет, материальное ничего не связывало. Или, может быть, она вам помогала карьеру делать? Нет, нет, нет. Дело не в этом. Просто она постоянно так себя вела, и на этом дне рождения она устроила просто истерику. Напилась, что ли? Ну, это тоже. То есть она что, на попьянке, и что только не выделывала? Нет, ну просто, понимаете, она постоянно ревновала. Значит, любила. Просто она постоянно это... Скандалила, видишь, Алена, да там уже любила. Ну, не всем же очень любила, она любила до безумства. Боль бывает безумная, даже, наверное, и в 30, и в 40. Да, мне кажется. Или нет, все возрасти покорные. Скажите, что меня заставляло выкалывать глаза фотографиям, где была Изабеля Джани? Вот где Изабеля Джани, а где мы, понимаешь? Но один из моих мужей был в нее влюблен, как в актрису. Я не могла с ней смотреть фильмы. Я просто врала, рвала и так, и вела себя как сумасшедшая. Мне было приблизительно столько же лет, сколько вашей барышни. Она любила вас? Не знаю тогда. Хорошо. Мы говорим, больную любовью любила. Ой, а вы с родителями живете, да? Сейчас даже с родителями. А своего жилья нет у вас? У меня есть квартира своя, но я ее сдаю. И какой же я мужчина после этого? Ленечка, а если родители не понравятся, Лена? Ну, не знаю, если мы будем друг друга любить, и родители это будут видеть, я думаю, что они... Они уже однажды видели, как вы любите друг друга с женщиной. Я думаю, что родители не будут против. Самое интересное то, что Елена тоже творческий человек, я думаю, что она будет интересна. В чем творчество Елены и в чем творчество ваше? Ну, потому что Елена дизайнер, да, там по костюмам, ей тоже интересно творчество. Я думаю, что мы будем на одной волне. Посмотрелся в зеркало, какой хороший нарцисс, там или как это растение. Нарцисс. Да, нарцисс. На чью территорию приведете? На свою вот квартиру, которую сдаете, или на нашу? Это мы лишь вместе уже, либо ко мне, либо... Нет, а как надо. Вы, кстати, пойдете на мужнину территорию-то? Ну, так как у меня есть своя квартира. Значит, он в прямойки пойдет. Леонид, а что заставляет вас, взрослого парня, сдавать свою квартиру, а жить с родителями? Ну, просто мне на самом деле сейчас это удобно, потому что стирают, убирают. Я пришел, переоделся и убежал. Ага, то есть мама как домработница? Да нет, просто меня, ну, как бы я дома бываю. Но я один, я не хочу жить один, я хочу общаться. Я хочу, чтобы я приезжал домой, меня кто-то ждал. Я хочу семью, я хочу любовь. Нет, ну с любовью надо аккуратно, да, чтобы до капельницы не доходило. Ну, конечно, не надо так. А мы сейчас хотим посмотреть на сюрприз. С удовольствием. АПЛОДИСМЕНТЫ В океане теплых снов Незабытая любовь Верю Ты знаешь Заводной. Это он сам песню слова написал, или это какая-то песня известная? Я не слышала. Останови время Может оно где-то Перенесет ветром Небо горит Запах весны стелит Кто-то сожжет, кто-то верит По московым Молчат Бродит любовь Надо его пародировать наоборот. Вот так. Океан Теплых снов Незабытая любовь Может Скучаешь Спасибо, Леонид. Забирайте свои друзей, проходите в комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, отлично. Молодец, я думаю, что тебе понравился, да. Взрослый мальчик, два высших образования. Лишь бы не работать называется. Зачем ему эта сцена? Государство его учило, или там мама с папой его учили, время тратил. Вот чтобы что? В океане теплый зной. Кошмар. А вам как? Ну, нам кажется, ему нужно с мамой еще немножко пожить. Мне почему-то подумали, что ты какой-то несерьезный, мне кажется, да? Ну да, потому что ты не выглядишь на свой возраст. Я просто выгляжу молодо, поэтому они и думают, что я не готов. Я прямо даже себе трудно могу представить, что же за женщина была, которая умирала, ревновала, и что там были за отношения. А вы что скажете? Мальчик хороший, добрый, видно, творческий, но он молод, конечно, все-таки. 26 лет, столько же, сколько вам. Он и через 5 лет будет такой же. Мне все-таки нужен человек постарше. У нее сразу же, мне кажется, загорелся бы глаз, если бы вышел чувачок такой, знаешь, с пузиком, с вертушкой. Я считаю, что не стоит Леонид забрасывать. И никакой он не молодой. Ничего, под маминым крылышком. Будь под вашим, сделайте из него то, что надо. Что же вы все готовы-то хотите-то? А он неплохой, собственно говоря, Прусселин. Правильно она говорит. Никакой не молодой. Нет, просто фишка в том, что все хотят готовы подриться. Да, проработать не ты не хочешь. Это отношение у него. Он произвел впечатление на меня очень приятное, сидя здесь. Но вышел, и лучше бы он эту пустоту не пел, лучше бы просто тишина прозвучала. Это как теплый кипяток. Да. Зной само по себе определение. Ну, разумеется. В превосходной, да, степени. Зной, это значит невозможно дышать. Лариса, но очень хочется быть удивительным, уникальным, быть замеченным. Даже не просто быть замеченным. Работать не хочется. Все хотят сегодня на сцену и в телевизор. Есть еще и другая особенность его характера. Восходящий уран. Он чувствует себя свободолюбцем. Я думаю, что девушка потому так и ревновала еще, именно потому, что он постоянно пытался как-то убегать от нее и ослабить вот эти узы контроля. Ну, была, была, была. Степеньки любят клише такие, на всех клеймой вешать. И все. То есть есть их мнение, и оно как бы правильно и не обсуждается. Сложный случай. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Не пропустите новое знакомство через несколько минут. Оставайтесь с нами. Окей, давай поженимся. У нас в студии Елена. Идите, знакомьтесь с вторым пеньком. Добрый день. Добрый день. Антон. Очень приятно, Антон. Спасибо. Проходите. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, Антон. С кем вы пришли? Это мои друзья, это Катерина, это Владимир. Ну и Катерина, ваша подруга, молодая девушка, не замужем? Нет. Мы знакомы, потому что мы вместе танцуем аргентинское танго. Угу. Ну и, собственно, Владимир тоже как бы танцует. Хорошо, давайте на вас посмотрим. Антон. 41 год. Владелец студии аргентинского танго. Гордится своими сыновьями. Предупреждает, что он жесткий человек и с ним трудно договориться. Обещает жениться, если избранница согласится танцевать на свадьбе танго. Жена не хотела слушаться Антона и спорила с ним по любому поводу. Устал постоянно отстаивать свое мнение и подал на развод. Надеется, что Елена – мудрая девушка. Ну хорошо, ну а танцует она с вами аргентинское танго на свадьбе, а дальше тишина. Или наоборот, во всем она будет хороша, но и Бог не даст ей вот эту движенческую память, и она не сможет с вами танцевать. Дело в том, что аргентинское танго – это танец социальный. А что такое социальный танец? Любой человек в любом возрасте может научиться танцевать аргентинское танго. Хорошо, а если она не захочет, у нее есть право выбора? Ну, конечно, есть, но у всех есть у нас право выбора. Она его не слушает, не заметил. Вы себя характеризуете как жесткого человека. В чем ваша жесткость? Жесткость – это следование договоренностям определенно. И эти договоренности… Это называется последовательный человек. Да, ответственный. А жесткий, при чем здесь жесткий? Ну, потому что любой последовательный человек, он иногда может перегибать палку. Вы неуступчивы. А вы можете поменять свое решение вследствие чего-то? Ну, конечно, я же не удивляю. Например, поймите, что женщина все-таки была права, ты знаешь? Жесткий и последовательный – это не значит, что идиот. Правильно? Слушай, Лариса его просто в тупик поставила вопросом. Он запутался. Можете женщину ударить? Нет. А подраться с мужчиной? Да, могу подраться. Из-за чего? Что вас может вывести из себя? И вообще, вы легко возбудимый? Ну, вот я с собой заметил, что к детям я отношусь очень трепетно. К своим детям я отношусь еще более трепетно. У вас два ребенка от одной женщины? От второго брака? Да. Почему первый раз развелись? Ну, на самом деле, я влюбился во вторую свою жену. А второй раз? Ну, второй раз, я думаю, что это связано с тем, что вот как бы там много лет достаточно прожили, относительно много, да, там, семь или восемь лет вместе прожили. Очень много. Ну, по нашей жизни достаточно это много. Поэтому, и, можно сказать, и, может быть, и бытовуха как-то заела. И все-таки, вот, потому что вторая моя жена, ну, как сильный очень человек. И вот постоянные вот эти столкновения, они, ну, к ничему хорошему не приходят. А по поводу, что столкновения-то были? Ну, как жить? Ну, это как опыт. Колоссальный опыт. Опытный мужчина. Скажите, Антон, вот у вас была ситуация. Она жаловалась, что вы и гвоздя в доме не можете прибить. На что вы отвечали? Для этого есть специально обученные люди. А денег лишних, как я понимаю, у вас не водилось? Ну, не так. Просто богат не тот, кто, знаете, много получает, а тот, кто экономно тратит. Поэтому, вот у меня характер такой, я там, ну, как бы спускаю деньги, да. Она, как бы, так... А сказать, почему? Почему женщина более прижимистая и экономная, как правило? Ну, хорошо, да. Потому что женщина отвечает за своих детей всегда. Вот всегда. Она, наверное, думала, что потом детей их нужно учить, одевать, обувать. А вы же или с тростями сиюминутными? Стоп, стоп, стоп. Гвоздь забить и обучать детей... Ну, я думаю, что гвоздь это, ну, слишком, так сказать, общо, да. Что многие мужские обязанности, которые вы могли бы делать дома самостоятельно, вы этого не делали, а, так сказать, предпочитали приглашать людей? Да, совершенно верно. А почему? Нет, не работала. То есть она не зарабатывала денег, получается, что вы ввели семейный бюджет на себе тену. Да. Когда вы развелись, кто первый предложил развестись? Ну, как-то, мне кажется, одновременно. Это настало такое уже кричит. Квартиру поменяли или оставили жене? Нет, не поменял. Ну, то есть не оставила, а разделила. Ну, это правильно. Смотри, она сидит, глаза выключила, она в шоке. Не было желания потом родить детей, снова сойтись? С той же женой? Ну, конечно. Нет, нет. А, значит, сейчас у вас дети в одной комнате проживают? Ее, то есть наши общие дети, у нее живут в квартире, да, и они живут тоже там в двух комнатах. А скажите... А вы забираете их? Конечно. То есть, если у вас с Еленой все сложится, вы должны будете понять, что детки будут в равной степени как с вами жить, так и с его бывшей мамой. Вы готовы к тому, чтобы принять двое детей? Мальчики, девочки? Мальчики. А сколько им лет? Одиннадцать и двенадцать. Трудный возраст. Ну, они взрослые уже люди. Трудный, труднейший возраст. И противник? Честно говоря, мне кажется, это сложно очень. Нет, ну, во-первых, она такая девушка, которая хочет, чтобы все вращалось вокруг нее. А здесь уже не получится. Там будет бывшая жена, там будут алименты, там что там еще бывает. Ну, опять же, дети, внимание. Дети, надо уделять внимание, куда ты с ними ездишь. Как вы насчет аргентинского танго? Положительно смотрю. Честно говоря, я не знаю, что это такое, но к танго хорошо. А я думаю, у нас сейчас будет возможность посмотреть, нет? Да, я хотел бы как раз... Ой, как здорово. Давайте посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Спасибо. Вы можете пройти в свою комнату. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы умрете от ревности, я так думаю. Возможно, да, умру. Потому что нельзя одновременно и шить, и танцевать аргентинское танго. Проколите себе все пальчики. Блин, мне кажется, это очень такой страстный танец. И партнерство нужно очень сильно проникнуть. Да, да, да. Видите, как она косицу-то свою закинула? А взгляд потом в конце какой между ними был? О чем ты? Ну, будете свою невесту, подружку, рекомендовать? Ну, скажем так. Скажем, ну, я считаю, что... 41 год мужчине. Нет, нет. Вот, подходим. Раскусили тебя сразу. И очень верно. Да. Ему кажется, что он такой аргентинский. Не знаете, с трехдневной щетиной танцует страстно. И в этом, вот в этом его жесткость. Мне кажется, он и себя наговаривает, напридумывала. Но зато, посмотрите, какой. Закружит вас в этом. Красиво, страстно, красиво. Но, честно говоря, это не мое. Это я уже знаю. А, Роза, как тебе жених? Жених хороший. Станцевать аргентинское танго, так прижать. Да, не для вас, конечно. Почему это? Как, почему? Для возрастной. А-а-а. А мне кажется, он бы Розе с обитовой подошел. Куда? Розе с обитовой подошел. Ну, да. Это, мне кажется, в ее вкусе. Он на самом деле сложный человек. И время от времени ему попадает ваш жапотквост. Хочется страстей, хочется очень глубоких и сложных переживаний. Ну, в этом смысле, я думаю, что вы ему эти переживания способны дать. Но время от времени он способен действительно просто настаивать до безумия на своем. Упертый, твердый, действительно жесткий. Малоуступчивый. Я думаю, что все-таки, когда человек становится уже старше 30 лет, в нем это качество, уступчивость и адаптивность должны развиваться. Но скорпионы не из этого числа. Вот, Алена мне нравится, конечно, но не как жена будущая. Просто, да. Просто как девушка, да. Потому что однозначно, конечно, с ней трудно. Тип скорпионов – это люди, которые и на чужую территорию вторгаются регулярно, позволяют себе замечания, позволяют себе критиковать и принимают решения за партнера. Но к себе подпускают крайне редко, по-настоящему. Женщина должна быть в него феноменально влюблена, чтобы пойти на отношения. Совсем скоро у нас ждет еще одно знакомство, которое может стать судьбоносным. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пожениться» и я предлагаю Елене встретиться с третьим женихом. Проходите. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Этот немного завядший букет для вас. Он просто томился в ожидании. Так же, как и я, немного завяли, но увидев вас, просто расцвели. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Проходите. Вот, за кто догадался, цветы принести. Что же я? Когда нечем больше брать? Здравствуйте, Игорь Скендер. Здравствуйте. Я со своим другом Анатолием. Очень приятно. Давайте на вас посмотрим. Игорь 26 лет. Работает маркетологом на заводе. Играет в футбол и пейнтбол. Занимается боксом. Женится только на честной и порядочной девушке. Обещает сделать все, чтобы его супруга никогда не захотела подать на развод. Игорь влюбился в девушку, с которой его связывали дружеские отношения. И добился того, чтобы она стала его невестой. Но до свадьбы дело так и не дошло. Надеется, что Елена оценит его чувства. Ну, а я что говорю, не бывает. Дружба между мужчиной и женщиной. Не бывает. Да, к сожалению, произошло именно так. Вот просто такая ситуация возникла. Вроде бы два человека, которые похожи чем-то, да. Ну, то есть мы... Нет, была такая ситуация. Вы были в одной команде. Да. И нравилась вам женщина, которая жила с другим мужчиной. Она встречалась. И просто... И вы понимали, что шансов у вас на роман нет. Но чтобы хоть каким-то образом быть рядом с ней, вы придумали вот это... Ну, притягивала, притягивала, да. Ну, конечно, были эти переглядушки. Конечно, она могла не чувствовать то, что она вам нравится. И от нее тоже симпатия была какая-то. А что ей мешало тогда перейти к роману? Слушай, мне тоже не нравится. А мне как не нравится? Ну, ваша реакция, я не удивлена. Так произошло, что потом мы все-таки начали встречаться после того, как они расстались. Да, ну, естественно, девушка начала страдать, можно так сказать. И не в том, чтобы именно просто какие-то отношения завязались, а просто поднять... Чисто по-человечески. Да, человеку настроение поднять, да. Короче, дала она вам не в службу, а в дружбу. Как ты резкая была. Вот так вот, да. Ну, а что, конечно, потому что я рыдаю у вас на плече, и вы так, перебирая ее локоны, мизинчиком, говорили, да брось, Наташка, все у нас будет хорошо. Все будет хорошо, да. И вот оно стало вам хорошо. Ну, стало ненадолго, вот. Где-то, наверное, года два вот так вот мы что-то не держали. Нет, что-то немало. Даже глаза не горят. Но она как-то абсолютно, да, она... Стала. Грустная стала. А вы предложение и делали за эти два года вместе? Нет, предложение не делал. А почему? Ну, потому что для предложения, я думаю, человека нужно узнать все-таки больше. Да и для того, чтобы сделать предложение, уж куда еще больше. Вы жениться не хотели, потому что сначала у вас был азарт все-таки этой женщиной обладать, которая вам не принадлежала. Ну, может быть, да. А потом он прошел. Вот если я хотел жениться, я женился. Молодец. Антон Волков сказал, Антон Волков сделал. Вы человек принципиальный? Ну, на все есть компромиссы. То есть у меня даже такой принцип есть, вот один из принципов, скажем так. Если девушка не права, извинись перед ней. Вот и все. Ой, какой молодец. Кто вас научил? Мама? Ну, родители в том числе. Ну, и жизнь. А в чем она научилась? А в чем вы знаете, у Елены, сколько требований к будущему? Ну, я думаю, что из этих требований все-таки логично будет выделить самые основные пять. А остальное все это поправимое. А вот как вы считаете, скольким требованиям вы можете соответствовать? Скольким требованиям? Ну, смотри, вот сколько Елены перечислили. Смотри, как она вас смотрит. Ну, небритость есть немножечко там, как бы, вот. Не, ну, начало списка там соответствовало еще. Доброта, любовь, ласка. А я вам сейчас зачитаю. Вы амбициозный? Не сказал бы, что... Успешный? Успеха добиваюсь. Знаешь, паук-то могу сказать, сейчас деньги есть, потом их нет, потом они опять есть, понимаешь? Естественно, естественно. Это так нельзя, как бы. С этого начинается разговор бесполезный, конечно. Ну, да. Если есть харизма и стержень, деньги будут в любом случае. Подходят. Это правда ваша. Я вот хочу к другу, Анатолий. Вот посмотрите, какую кисляку Елены. И как она смотрит на вашего друга. Вам не обидно? Мне не обидно. Почему? Ну, в смысле, не на вашу так смотрит, да? Ну, дело в том, что... Ой, вы меня прямо в тупик. Да, у меня было мгновение, я в нее слегка влюбился, но потом вспомнил, зачем я сюда пришел, и теперь мне не обидно. Ага. А было время, когда вы влюбились в Елену? Сразу прямо, когда увидел ее, моментально. Во! Yes! Да. Как вы любите отдыхать? Отдыхать люблю насыщенно, интересно, больше путешествовать люблю, вот. Опять же, какие-то спортивные мероприятия, что-то... Ну, люблю вообще общение. Ну, вот куда вы ездили в последний раз, где вы отдыхали? Я в последний раз ездил в Египет. Скажите, а если получится такая ситуация, у вас отпуск запланированный, а у Елены за парк, например, миллион заказов, ну не может она оставить свою работу? Ну, если она мне скажет, что давай на следующий раз, я соглашусь. А вы один можете поехать с другом? Один могу, это опять же, если мы решим это между... Нет, а вы не решите? Должно быть доверие просто и все. Мне кажется, ты бы не позволил, чтобы твоя девушка работала и упахивалась. Я бы не позволил. Покажите, пожалуйста, сюрприз, который приготовили. Мне нужно пригласить на сцену. Интересно, какой будет сюрприз. Это что он должен быть показательным. За окном еще темным темно, она не спит уже давно. Чайник закипает, как обычно. Кофе с сигаретой по привычке. Котенок молоко из блюдца пьет. Только он один ее поймет. Песня «Коньячок» кстати, да? Песня «Коньячок» да. Жених не очень, но песня нормальная. Душевная. Нормальная. Она мечтает выйти замуж по любви. И больше ей на свете ничего не нужно. Она не просто хочет быть замужней. Она мечтает выйти замуж по любви. Сейчас самое интересное будет, когда в конце будут резюмы говорить про каждого участника. Вот это надо интересно послушать. Какие впечатления. Спасибо. Спасибо. Проходите. Слушай, я разволновался, как никогда. Ты совершенно не тот типаж. Я просто Лену очень давно знаю. Поэтому она сейчас сидит в окружении мужа, детей, да? Мне кажется, последним был парень лучше всех. Хороший парень-то. Да выбирается, подруга. Чем же он вам так не понравился? Не гламурный. Я не для нее, конечно. Что-то вы загрустили так, Елена. Красотой не блистал. А разве это важно в мужчине? Нет, это не важно, конечно. Но все-таки должно что-то вспыхнуть внутри, какая-нибудь искра, что-нибудь должно быть. Ее, к сожалению, не было. Ну, не вспыхнуло, конечно. Что-то у нее там не вспыхнуло. А мне понравилось, ничего. Вот еще раз про гламур-то взяли, все и сделали. Чего? Пускай, откуда он знает, как надо. Вот и как раз бы сделали. Кстати, нет некрасивых мужчин. Есть женщина, которая не знает, как сделать из некрасивых. Ну, что, хороший, добрый парень, прям для жизни. Люби не хочу, как говорится. Рекомендую. Да, конечно. Что вы говорите? Добрый парень. Все правильно, Роза. Все правильно. Игорь, хороший парень. Просто вы себе напридумывали того, чего, во-первых, не существует в жизни. А во-вторых, даже если где-то он и существует, этот принцип... Есть, Дима Нагеев. О, вот сделал бы шаг бы это, да. А Диме, конечно, можно простить и вытянуть, и уже вес лишний, в общем-то, и росток небогатый, потому что персона. А что, парень, 26 лет. Не боитесь, нет, что будет потом 27-29, а вот тот самый принц, которого мы мечтали, не появится. Ну, верю, все-таки, что он появится. Присмотрелись бы. Хороший парень. Думаю, Риза тебе понравился. Всем понравился. Да нет, понравился, в принципе, да. Если в 26 лет мужчина вызывает такую активную, ну, неприязнь, будем называть вещи своими именами, как у вас произошло с Игорем, наверное, не стоит делать выбор в его пользу. Но, на мой взгляд, вы способны терять. Потому что ему нужна женщина, достаточно холодноватая, отстраненная. Вот примерно такая, примерно такая, как Елена, совершенно верно. Из трех, из троих, вернее, ты самый лучший. И мне кажется, что вы, понимая друг в друге, вот эту внутреннюю потребность глубинную, вы способны, были бы друг другу, может быть, что-то дать. Хотя, конечно, каждому хочется брать. Понимание просто нужно. Оставайтесь. Друзья мои, к какому пришли выводу, кто осчастливит Лену? На мой взгляд, если выбирать из трех женихов, то искорку я увидел вот в первом участнике, в Леониде, вот, и в Елене. То есть вот такая вот какая-то искра промелькнула. Ну, я бы, может быть, его посоветовал. Лень, ну, расскажи, как тебе Елена? Честно говоря, мне очень понравилось. А что вы скажете? Ну, мне кажется, что тут нет такого молодого человека. Ну, потому что требованием, которое предъявляет Елена, мог соответствовать только один человек на земле. Это Владимир Ильич Ленин. Но его нет давно. Ребят, давайте же спустимся с небес на землю. Ну, нет таких мужчин. Вот есть такие, которые пришли с Ленин за вас бороться? У него борода. Нет, ну, первый очень молодой. А второй? Второй слишком богатое прошлое у него. Да, что есть, то есть. Третий, ну, ну, как бы, да, возможно, он очень хороший человек, но я знаю, что это совершенно не Ленин типаж. Не то. Я думаю, что и я по типажу не подхожу. Нет, мне кажется, ты ей подходишь, а она тебе не подходит. Леночка, а вы решили для себя, к кому пойдете? Я решила, да. Мне, в принципе, все понравились участники. Очень приятно за сюрпризы. Видно, что готовились. И видно, что хорошие, на самом деле, добрые люди. Я буду руководствоваться сердцем. Сейчас к нам придет. Каждый из сегодняшних ребят, который боролся за вас, может стать вашим спутником. Каждый. Но мне кажется, если вы выйдете отсюда с Антоном, ну, хотя бы он вас научит танцевать аргентинское танго. И в вас проснется, может быть, вот эта страсть. К настояло, к простым, живым мужчинам. Как тебе невеста понравилась? Ну, внешне симпатичная девчонка, но что-то она как-то метается непонятно. То да, то нет, то не знаю, непонятно. Хорошо, у кого какие шансы? Можешь сказать? Ну, у меня самые высокие шансы, конечно. Я считаю, что нужно будет сегодня Игоря выбрать. По крайней мере, в него вложиться можно. Перспективы есть. Лен, я тоже была девушка юная, и когда я представила своего мужа своим подружкам, большинство из них скривили губки. Ну, типа, что-то на азербайджанца сказали, похож очень. В результате, я замужем, слава тебе, Господи, чтобы так оно и всегда было. А многие из тех, кто губки подкривил, так и ищут своего Ленина, понимаете? Вот услышите меня. Хорошо. Ну что, как думаешь? Зайдет как оно тебе? Ну, я думаю, что зайдет, в принципе. И девочка очень хорошая, симпатичная, без сомнений. Я как астролог к затруднению, потому что идеальной совместимости сегодня не сложилось ни с кем, но если выбирать, то однозначно Тангейра Антона. Я считаю, что это, собственно, тот мужчина, который хотя бы как-то... Тангейра, ты не имеешь отношения к тому, о чем вы подумали. Это просто человек, который танцует танго. Да, человек, который танцует танго. Ну так вот, именно Антон очень похож на мужчину, столь сложного, сильного и управляющего судьбой, которого вы ждете. Но при этом вам для того, чтобы его завоевать, придется приложить определенные усилия. Его нужно держать крепко. Да, поэтому Антон однозначно даже не сомневайтесь. Ну слушай, ну да, вот они как бы за нас. Ну, в общем, если вы решили слышать свое сердце, вперед. Хорошо. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону 4-4-ки. Павло, 35 лет, номер 2039. Шеф-повар в московском ресторане. Профессиональный мотогонщик. Увлекается дайвингом и скалолазанием без страховки. Свободно говорит на четырех языках. Гордится недвижимостью в Англии, Греции и Африке. Жизнь возлюбленной обещает превратить в сказку. Наталья, 53 года, номер 2040. Прапорщик внутренних войск. Увлекается астрологией, играет в футбол и хоккей. Мечтает встретить отзывчивого мужчину с добрым сердцем. Мы не знаем, выйдет Елена одна или с избранником. Я приглашаю вас. Выходите, давайте ее поддержим. АПЛОДИСМЕНТЫ Привет! Привет! Я, честно говоря, даже не сказала. Я выбрала тебя и надеюсь, что у нас все получится. Я тоже так думаю. Пойдем? Пойдем. У нас есть пара Елена и Леонид. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс именем героя на номер 4 четверки. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, поженимся. Удачи. Найдите мне хоть одну женщину, которой бы помешали деньги, которые зарабатывает ее мужчина. Да, говорит, одни деньги зарабатывают, другие картошку чистят. Ты сначала заработай, потом рот будешь открывать. А ты, говорит, когда-нибудь женщину убивал? Да нет, говорит, никогда не убивал. Но много раз хотел. Что за сумка за 6 тысяч евро? Похоже на настоящую сумку. Сразу забыли про программу. Да ладно. Не будет конца света? Не будет конца света. Слава тебе, Господи.